Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Эту считалку, перечисляющую семь цветов радуги, знает каждый. Почему эти цвета всегда располагаются в таком порядке? Как они получаются из белого солнечного света? Почему в радуге нет никаких других цветов, кроме этих семей? На эти вопросы не так просто ответить, поэтому начнем с наблюдений. Красивые радужные цвета мы можем видеть на мыльных пленках, особенно если эти пленки совсем тонкие. Мыльная жидкость стекает вниз, и в этом же направлении движутся цветные полосы. Возьмем прозрачную крышку от пластиковой коробки. А теперь наклоним ее так, чтобы от крышки отразился белый экран компьютера. На крышке появились неожиданно яркие радужные разводы. А какие прекрасные радужные цвета видны при отражении света от компакт-диска? Особенно, если посветить на диск фонариком и отбросить эту радужную картину на стену. Получились целых три радуги. Первым возникновение радужных цветов попробовал объяснить великий английский физик Исаак Ньютон. Он пропустил в темную комнату узкий пучок солнечного света и поставил на его пути треугольную призму. Выходящий из призмы свет образует цветную полосу, называемую спектром. Меньше всего отклоняется красный цвет, сильнее всего фиолетовый. Остальные цвета радуги располагаются между этими двумя, без особо резких границ. В нашем опыте в качестве источника белого света мы воспользуемся ярким светодиодным фонариком. Чтобы сформировать узкий световой пучок, поставим одну щель сразу за фонариком, а вторую непосредственно перед призмой. На экране видна яркая радужная полоса. Здесь хорошо различимы красный цвет, зеленый и синий. Они и составляют основу видимого спектра. Поставим на пути цветного пучка цилиндрическую линзу и настроим ее на резкость. Пучок на экране собрался в узкую полоску. Все цвета спектра смешались и полоска снова стала белой. Почему призма превращает белый свет в радугу? Дело в том, что все цвета радуги уже содержатся в белом свете. Показатель преломления стекла различается для лучей разного цвета. Поэтому призма отклоняет эти лучи по-разному. Каждый отдельный цвет радуги является чистым, и его уже нельзя расщепить на другие цвета. Ньютон доказал это на опыте. Выделив из всего спектра узкий пучок и поставив на его пути вторую призму, в которой никакого расщепления уже не произошло. Мы узнали, как призма разлагает белый свет на отдельные цвета. В радуге маленькие капельки воды работают как призмы. А о том, как радужные цвета возникают в тонких пленках или при отражении света от компакт-диска, мы поговорим в другой раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok